всем привет значит процесс завершился тихо прямой эфир процесс завершился очень быстро во-первых они затянули то есть 49 минут было никого не было в зале никто не пришел потом где-то 50 минут они зашли хотя был назначен на 16 30 16 50 они только зашли сначала оба представителя прокурора прокуроров представитель прокуратуры города строгут и ширяева представитель прокурора хмао потом зашел судья приставы ну в общем где-то в 51 минуту на это начали процесс судья в этот раз решил удостоверить личности попросил документы доверенность удостоверения у прокуроров у представителей прокурора они показали потребовал копию судья мне на это сделал замечание тихо прямой эфир сделал замечание прокурор и дальше он это по-моему он меня не удостоировал вообще никак а он сказал что типа у него есть копия моего паспорта и он меня удостоировал так а есть и есть то есть у меня ни один документ не попросил ну с одной стороны радует уже знаю кто то есть что это что и что и человек тут я всегда себя заявляю человеком вот он меня спросил кто кто я говорю я антон николаевич булгаков человек он горит ли личность установлена по копии паспорта и дальше поехал потом сразу передал слово ответчику прокурору представителя прокурора хмава ширяевой и она заявила ходатайство а за применение закрытого режима судебного заседания то есть она сослалась на то что якобы среди заявлений материалов дела присутствует моя претензия к психоневрологической больнице и там якобы содержится это врачебная тайна и плюс еще персональные данные вот я тут же сказал что я возражаю я даю добровольное согласие на то чтобы ну все эти данные были опубликованы мне нечего скрывать судья выслужил и сказал что типа мне надо вынести определение это удалиться чтобы вынести определение и впервые в истории ну вот моей практике у меня где-то было 7 или 8 судебных заседаний впервые судья удалился для принятия определения очень меня вы они вышли через 10 минут зашли и он тихим тихим голосом зачитал что удовлетворяет в общем ходатайство и режим заседания заближается закрытом это о чем говорит что аудио видеосъемка запрещена и все слушатели удаляются то есть я там остаюсь один я собирался остаться но пришли еще два пристава то есть всего 4 и они начали там полный беспредел они начали людей со скамеек скидывать просто поднимали скамейки сзади и женщин скидывали со скамеек и плюс мне еще запретили это ну сказали выключить все телефон я понял что но смысла нет там оставаться мне просто там что-нибудь подкинут или спровоцируют или ударят или еще чего-нибудь и все это на видео заснимут или подкинуть что-нибудь какой-нибудь порошок или еще чего-нибудь понимаете и все и пропал человек я принял решение выйти оттуда и мы все ушли все вместе ну естественно я возмутился сказал что это позор и так далее дело сейчас закончится я не знаю но у меня есть основания чтобы заявить отвод судей шерстобитов на основании того что он просто до нарушил процедуру открытия заседания там не удостоверил личности и все и все там очень много поводов у меня уже было подготовлено несколько ходов суде этому суде но я их я ни одного ходатайства не успел заявить я успел только заработать одно замечание и и возразить на ходатайство вот такие дела мы конечно в шоке то есть они это говорит о чем что у меня стопроцентная юридическая позиция то есть я бы я бы выиграл сто процентов этот процесс что они делают они поняли что не юридически не справятся и они решили применить физическую силу то есть закрыли процесс и просто всех это как сказать применили физическую силу и выкинули всех просто процесса понимаете действует по беспределу то есть применять физическую силу необоснованно к женщинам скидывает их со скамеек стращали еще до угрожали что говорили вот так вот делали то есть это вот такие дела что я могу сказать штука очень интересная будем изучать будем обжаловаться естественно все действия и напомню что каждый из вас может за 300 рублей вызвать любое должностное лицо который нарушает свои должностные обязанности законы рф и приказы своего руководства все видео с это с аудиопротоком будет позже выложено сейчас мы немножко побеседуем ждите видео пока